Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала Кэшелэпсерва, канала об оружии, по стрелушках и тому подобных делах. Значит, сегодня хочу я рассказать немножко о своем видении темы дульных тормозов-компенсаторов ДТК, применительно для начинающего человека в практической стрельбе. Говорить буду про открытый класс, если у вас модифай, стандарт, то у вас там немножко своя тема. Итак, расскажу, что есть у меня. Значит, сейчас, в настоящее время, я пользуюсь вот двумя такими вот конструкциями. Значит, как вы можете видеть, здесь у меня два ДТК, две, соответственно, дульные насадки. Значит, появлялись они у меня в порядке, вот, после сначала это, потом вот это. Значит, когда я только начал заниматься, то вот вообще всеми этими делами, то первым я, значит, поняв, что мне все-таки со штатным пламегасителем от Сайги не очень удобно, я приобрел вот этот вот ДТК от компании Hartman, так называемый ДТК Ильина третьего поколения, ГКТМ. Значит, купил я его в, сейчас скажу, в апреле 2020 года, и вот, собственно говоря, с апреля месяца я с ним упражнялся. Значит, за это время настрел с ним стал, ну, порядка, наверное, тысяч, ну, пяти-шести точно, то есть он в нем очень большой настрел уже, то есть и вот, несмотря на довольно жесткие условия эксплуатации, я могу вам сказать, что я его вот впервые за, получается, два года впервые вчера почистил, то есть я вот выдрал оттуда, вот из этой камеры, всю сажу, грязь, там вообще целая куча была. Значит, собственно, в отличие от более современных ДТК, у него резьба, и, соответственно, на стволе он фиксируется контргайкой. Значит, давайте на этот ДТК немножко посмотрим поближе. Значит, надо сказать, что я из него стрелял активно, стрелял из него контейнерными боеприпасами, бесконтейнерными боеприпасами, пулей, картечью, дробью, всем. Значит, что может быть? Пулями тоже абсолютно разными. Так, значит, давайте посмотрим. Значит, что сразу видно? Со временем здесь облезла краска. Вот в этой части я сейчас, я просто дремелем уже прошелся, сейчас-то не так заметно. Но вот здесь был такой вот характерный как-то ободранность металла, то есть его просто немножко там задирало, ну, как похоже на оплавленность, неоплавленность, естественно. И вот во второй камере это тоже вот так достаточно активно, так хорошо видно. Значит, на какие-то показатели точности это ни в коем разе не влияет. Значит, на момент покупки он стоил 3900 рублей. Значит, и сначала я его прикручиваю, естественно, просто к стволу, без каких-то дульных насадок, чоков и прочего. Естественно, результат был не самый хороший всегда. Поэтому следующим шагом стала покупка вот такого вот, простите, чока от компании Custom Guns. Значит, он, получается, был куплен, ну, где-то, наверное, спустя месяц. Вот, это чок короткий. Если мне память не изменяет, это 70 миллиметров. Да, 70. Да, это 70 миллиметровый. Значит, сужение здесь, как можно видеть, 0,75. Он адаптирован под Сайгу-12. Значит, есть такие же подвепы. Если кто не знает, у ВПА и у Сайги немного отличается внутренний диаметр ствола. У Сайги он 18,3 миллиметра. У ВПА 18,5. Вот эти две десятые, они некоторую роль все же играют, поэтому, как бы, по изьбам, простите, чоки совместимые, но могут быть некоторые проблемы. Поэтому лучше их не смешивать. Не то, чтобы это очень критично, но не стоит. Значит, что могу сказать за эти два года? Ну, и не особенно, опять же, жесткую, не особо мягкую, точнее, эксплуатацию. А надо сказать, что вот эта вот конструкция у меня была неразборной, я ее чистил неразборной. Ну, во-первых, чок практически не потерял свое вот это вот коричневатовое покрытие. Немного есть. Ну, немного есть, это по углам, но не страшно. Значит, качество изьбы хорошее, она хорошо заворачивается рукой и, в принципе, очень хорошо сидит. То есть, там, каких-то больших усилий по затяжке прикладывать надо. Вот руками затянул, и оно сидит крепко. Работает хорошо. Собственно, почему 0,75? Ну, обычно все, если мы посмотрим литературу и мнение большинства, то люди считают, что сужение 0,5 – это то, что доктор прописал, там, больше не надо. Значит, я исхожу вот из каких соображений. Я стояляю дробью пятеркой в основном. Если у меня поппер строгий, он стоит далеко, либо тарелка у меня стоит далеко, мне очень хочется, чтобы максимальный объем снопа, дроби, пришел ровно в тарелку. Плюс от тебя очень сильно дисциплинируют стрелять точно. То есть, не просто там вот осыпать дробью, мешать примерно в том направлении, а все-таки поучаться стрелять точно. У этого есть свои очевидные минусы. То есть, ты стреляешь медленнее, это правда, но мне очень важен достаточно точный выстрел. Поэтому, и самое главное, если даже я стреляю мелкой дробью, большая часть на ПАП пришла, гарантированно тарелка, поппер будут уронены. Для, соответственно, ну и опять же, если я, бывают эпизоды, когда мы во время тренировочного процесса и в целях экономии стреляли семеркой, просто потому что все-таки она чуть-чуть подешевле, я имею в виду семерка, там, спортинг, то такое сужение строгое, оно позволяет, достаточно строгое, оно позволяет хорошо ронять тарелки даже мелкой дробью. Даже если не вся осыпь ее зацепила, она, скорее всего, упадет. Поппер тоже, скорее всего, упадет. Если, конечно, это не строгий поппер. И вот с этой конструкцией как раз я на соревнования ездил, и очень неплохо даже она себя показала. Значит, ну опять же, собирается все очень просто. Низываем гайку, контргайку на сужение. Опять же, сейчас она не смазана. Естественно, я это все смазываю. Для смазки использую масло Кана Кройл. Вот именно здесь, на резьбах, оно дорогое, поэтому я как-то экономно его трачу. Но оно очень неплохо боится с коррозией. Точнее, препятствует хорошо ее возникновению. Особенно, когда оружие не получается, просто там почистить. Либо там как раз сейчас зимой, там с холода в тепло занесли вот эти все перепады температуры. Дальше, соответственно, накручиваем это все дело на ДТК. Я стараюсь делать так, чтобы у меня резьба не торчала. Потому что у некоторых коллег я вижу, что резьба торчит. По-моему, для нее это не очень полезно. Все, в общем, она максимально закручена. И дальше, поворотом контргайки и сужения, ну, его ориентация, мы, соответственно, ориентируем ДТК на стволе. И сейчас просто я это вот так вот набросаю. Вот это все. Следующей покупкой был вот этот вот ДТК, который был куплен, можно сказать, себе как новогодний подарок. Те, кто немного в теме, скажут, что родной, это же поколение 2, это поколение 2, даже не поколение 1, а это почему не третий? Мне в свое время очень понравился этот ДТК. И я был настроен, реально настроен, купить себе такой же. Однако, когда я пришел к той мысли, что надо иметь следующее сменное сужение вместе с ДТК, то есть перекручивать сразу комплекс ДТК и сужение, я наткнулся на очень интересную ситуацию. Компания Hartman перестала делать ДТК. Я предполагаю, что это связано с какими-то вопросами, касающимися авторских прав на полезное изделие или на полезную модель. Я не знаю, каким образом запатентован ДТК или и на. Но, тем не менее, я думаю, что, наверное, у Всеволода были какие-то претензии к другим производителям, особенно производителям ДТК-конструкции типа ТЭИ, ТЭИ+. И все остальные делать его перестали, кроме компании Custom Guns. У Custom Guns этот ДТК стоит что-то порядка 6700 рублей. Вот третьего поколения, то есть две камеры и, соответственно, реактивная камера здесь. Я не был готов психологически эту сумму потратить, просто, ну как, во-первых, не мог, а во-вторых, мне не очень хотелось ДТК на цанговом зажиме. Я скептически отношусь к такому варианту крепления. Мне кажется, что контргайка просто надежнее, потому что, когда ты накрутил, сверху ты сдавливаешь соединение, плюс ты сдавливаешь резьбовое соединение двумя другими резьбовыми соединениями, по-моему. Поэтому это слишком сложный огород, и конструкция получается очень нагруженная. И при этом не самое, что ни на есть надежное. Да, скорость монтажа выше, но мне кажется, что гайка вот эта как-то проще. Плюс, опять же, эта вот мода увлечения шестигранниками, она мне, честно говоря, не близка. Я просто не люблю шестигранниками возиться. Вот тут такой длинный, тут сякой, слишком сложно. Желательно минимум инструмента. То есть, цитирую Михаила Тимофеевича Калашникова, все хорошее должно быть простым, и все простое – это хорошее, ну вот лучше. В данном случае не стоит плодить сущности без необходимости. Я вроде бы на айшутере нашел вариант производства по моей PC Lab, тоже там за тысячи, чем-то тысячи, ГК третьего поколения, но вот незачем, них делать перестали. И на выбор мне предложили несколько вариантов. Я, собственно говоря, выбрал вот этот вот. Это, собственно, ДТК от компании Академия, Солнеч 3000. Значит, здесь опять все, как мы любим. Контр-гайка. Значит, я его выбрать выбрал, но вот давайте просто посмотрим на геометрию. Вот, собственно, начало избового соединения, начало камеры. И вы видите, что он длиннее, камер больше. А эффект гашения подброса, ну и отдачи, хотя отдача уже как бы не настолько к ней привык, ну и отдача в том числе, он у них сопоставимый. А сам геометрический размер вот этой вот штуки, он больше. И иногда, например, получается, что вот эти вот лишние сантиметры, они как бы не очень нужны. То есть можно камеры перераспределить. То есть, собственно говоря, эффективность у них одинаковая. Просто вот углы, если можно, вот если как раз видно, то углы наклона камер, вот такие вот углы этих перегородок, они чуть-чуть изменены. В результате три камеры работают так же, как две камеры, если не видно разницы. В общем, иными словами, я его уже, ну я выбрал то, что было. Потому что первого поколения, он еще хуже, а стоит он только чуть-чуть дешевле. И дальше встал вопрос. Следующее сужение. И были у меня вот какие мысли. Значит, на соревнованиях и на вообще тренировках я заметил вот какую вещь. Что на тренировочных упражнениях, где у меня, например, есть переносы в глубину, то есть там ближе дальше, и особенно когда ты пытаешься это делать очень в темпе, или упражнения, где у тебя есть мишени, которые тебе, допустим, с определенной позиции ты видишь, ближе, не дальнее, и тебя самоупражнение подталкивает к тому, чтобы вот обстрелять как раз очень быстро ближний, потом перейти к дальним, у меня возникает на вот сужении таком строгом некоторая проблема. То есть если я немножко занервничал, то есть какой-то горячки, наведение, я не смог себя как-то удержать в нужном уровне концентрации, я начинаю просто тупо мазать в них, это плохо. Вот, поэтому, чтобы с этим побороться, во-первых, нужно больше тренироваться, это само собой, а второй такой вариант, чисто технический, это попробовать сделать, использовать сужение, которое до 100 способов раскрыться быстрее, ну, соответственно, и также позволит мне комфортно стрелять пули. И оказалось, что, коль я хочу стрелять и близко, достаточно метко и пули, и достаточно метко, то нет у меня другого выбора, кроме как сужение цилиндра нули. Вот, оно в отличие от вот этого сужения, которое 70 мм, это подлиннее, оно, если мне, сейчас тут оно уже просто вкручено, поэтому, соответственно, у него только вот эта вот внешняя часть 70, там еще примерно до сюда доходит, то есть, у него общая его длина порядка, вот где-то оно, здесь заканчивается, у него общая длина порядка, 10 сантиметров, то есть, 100 мм, оно, как бы, не сильно ухудшает маневренность ружья, то есть, длина ружья увеличивается незначительно, то есть, если мы возьмем наши 430 мм, там длины ствола, то есть, прибавляется еще, ну, там, грубо говоря, там, если до сюда, там, 14, да, 7, ну, там, плюс лугар, плюс 21 сантиметр еще, ну, не так много, в общем, ощущения самые положительные, что стало, что стало еще приятно, во-первых, из-за того, что сам, как бы, ствол чуть-чуть стал подлиннее, сам ДТК тоже, как бы, погруппнее в него, улетают меньше, как бы, скажем так, эти вот, проеховые газы, которые улетают, эти вот частички твердые, они все-таки немножко успевают догорать, и поэтому, вот, мои коллеги, которые, вот, вместе со мной стреляли техкеймовской пулей с Порт-С, просто мы дожигали патроны, и вообще смотреть, как эта пуля летит из разных оружий, из ВПС, из Айги, в общем, их там обдавало всяким дымом, кумаром, сажей, а я вот с более длинной насадкой очень комфортно себя чувствовал, вот, поэтому это тоже такой вот немаловажный плюс. Дробью, я пока ее не пробовал, но очевидно, думаю, что будет неплохо, потому что, ну, по крайней мере, по ближним тарелкам, по дальним, посмотрим, то есть, надо будет понять, на какой дистанции она работает оптимально. Значит, что еще я думаю, чего мне не хватает? Вот, очевидно, вот здесь, на каком-то этапе, все-таки напрашивается сужение какой-нибудь типа 0,5, может быть, либо 0,25, пока не знаю. Мне вот, как бы, мой опыт с сужением 0,5, 0,25, он есть только на МП-155, на ружье с длинным стволом, там немножко другая тема, и я пока вот не знаю, я пока просто для себя еще не решил, как оно себя поведет. Вот, у нас пойдет коллега, у которого есть сужение 0,5, попробуем, я просто перекрутимся, я попробую пострелять с ним, посмотреть, каково оно, то есть у него тоже Кастамганзовская, с Кастамганзовским же ДТК. И дальше в перспективе есть у меня мысль купить сужение 1,25, то есть строгий чок или чок с напором. Вот, почему его? Значит, есть мишени, которые стоят достаточно далеко, и поэтому очень близко к штрафным, то есть желательно сжать пучок дроби так, чтобы он раскрылся попозже, а лучше вот всей этой кучкой прилетел максимально точно. Вот, мы как раз такие упражнения тренировали на прошлой тренировке, я стараюсь тоже там видео какое-то выложить, и вот просто там мы его ката-палайту сделали без перекрытия, скажем так, бабкой остальных мишеней, ну, частичного перекрытия. Вот, я думаю, что если бы мы поставили частичное перекрытие мишеней, то без строгого чока это обстрелять чисто получилось бы сложнее, поэтому его я, скорее всего, куплю, то есть, словно говоря, будет сужение здесь, сужение здесь. Теперь к тому, что, наверное, брать не стоит. Не стоящий своих денег покупкой, я бы отнес вот это. Значит, это стандартное дульное устройство производства. По-моему, его делает не Ижми, и этот Нижмаш, а его делает Ижмех, который Байкал. Как-то странно у них это поделено. Ну, примерно тогда же, когда и ДТК, то есть, где-то году, в 20-м, а может, даже раньше. Значит, купил я его с какой целью. Значит, когда я понял, что вот просто с ДТК попперы падают плохо, я думаю, надо же как-то это ускорить их. Ну, значит, что, чем длиннее ствол, тем быстрее может разогнаться по нему снаряд. И вот, купил я такую штуку. Значит, длина ее довольно-таки приличная. Сейчас он специально положу линейку. 15, ну, в общем, где-то 20 сантиметров. Вот. Ну, примерно около 20, может, чуть меньше. Вот. Вот так вот если положить. Довольно большая, значит, она выполнена как цилиндр. То есть, у нее, опять же, можем померить. Специально тут мне люди не веют. Значит, внутренний диаметр у нее вот, меряем штангенциркулер. Ну, это опять же, если видно, что-то порядка там 18, ну, там, 18 с половиной приблизительно, 18 с половиной где-то так. Опять же, ну, тут сложно сказать точнее. У меня устроил, как бы, у меня штангенциркуль такой достаточно не очень точный. Вот. Ну, будем вот верить, что она цилиндр, там, 18, сколько-то. Вот. Значит, с этой штукой я пострелял даже на соревновании, стрелял из нее пули с открытых прицельных. Значит, попадать из нее, конечно, можно. Но я считаю такую вот нахлобучинку оправданной, если вы купили, допустим, короткую сайгу, сайгу там 12 исполнений 0.33 или там какой-нибудь вепре, который впо 205 0.3, по-моему, это какое-то короткое исполнение. Опять же, я вот в вепрях не очень разбираюсь. К тому и там очень много исполнений у них. Тогда действительно, вы ее накручиваете и вам становится очень комфортно стрелять не только магнумом, полумагнумом, но и человеческими боеприпасами, которые не оставляют вас коллегой и, собственно, не потрошат ваши карманы сверх меры. Вот. Но на длинном стволе возникает как бы такая сложность, что ли. Естественно, между вот этой собственно у этой трубки и у ствола, у двух трубок своя геометрия, своя каевизна естественно какая-то. Одна каевизна наложенная на другую ничего хорошего не дает. То есть какого-то эсского повышения точности стрельбы я не не заметил. Стоила она тоже каких-то денег. Я не хочу сказать, что они выброшенные, но она есть, конечно, она не просит. Опять же, она со мной достаточно часто ездит вместе на стрельбище. Просто мало ли всяко бывает. У нас иногда просто приходят люди с новым ружьем. Иногда бывает что-то людям показывать, что бывает, что делать не надо. И живет она у меня соответственно как мест, на котором прикручен штатный пламя-гаситель. В общем, он тоже никуда не девается, лежит, тоже каши не просит. Вот собственно говоря мой такой скромный взгляд на ДТК. То есть что нужно? Действительно, если вы занимаетесь видом спорта, то в принципе можно сэкономить на ДТК в том случае, что купить какой-то подешевле, потому что честно, я не вижу в части надежности какой-то принципиальной разницы между ДТК тех производителей, которые более на слуху и тех, которые менее на слуху. Но опять же при учете, что вы стреляете не там не Т-100 ЧТ-100 выстрелов каждый день, а все-таки тренируетесь как-то раз, наверное, два в неделю максимум, и на стрелы у вас такие человеческие, то есть порядка 200-400 выстрелов в неделю, то это в принципе ДТК это пункт экономии. Вот на сужениях я бы экономить все же не стал, потому что качественных сужений у нас мало кто делает, вот, кастом в этом смысле хорошие ребята, то есть у них достаточно большой их диапазон и выбор, как по длине, так и по типу сужения, то есть там с разными шагами, не все есть в наличии, но вот, тем не менее, это лучшее решение, чем что-то, потому что для какие-то действительно менее там неоригинальные сужения у каких-то сторонних ребят на Ганзе тоже купить конечно можно, другой вопрос, будут ли они надежны, вот, с этим хотя бы надежность доказана, вот, за СИМ остаюсь, большое спасибо, что смотрели, буду рад вашим комментариям, мнениям, опять же, все, что рассказываю МХО, мой личный опыт, у вас он может быть совершенно другим, подписывайтесь на канал, на обновления, ставьте колокольчик, что там еще говорят в Ютьюбе, и пока-пока, и хорошей, безопасной вам стрельбы, счастливо!